а здрасте друзья всем привет улья у нас тут продолжается сети скайлайнс и мы строим город и находимся мы на нашей ферме и здесь и кудахтают курочки и что-то еще происходит но это нам все не интересно в общем то чем мы сегодня будем делать в первую очередь нам надо достроить вот этот вот наш новый райончик который называется микантара парк соответственно если здесь будет все хорошо в нашем парке который называется струбери сады если за это время за нашу серию будет здесь 500 посетителей то соответственно новый уровень парка появится и соответственно новые какие-то приколюхи и мы сюда тоже поставим ну и плюс друзья мне захотелось сегодня очень сильно переделать эту самую сраную развязку которую мы сделали я сегодня поставил пару модов которые позволят нормально без всяких проблем а может быть и с проблемами ну короче перестроить эту странную развязку а еще мы посмотрим что у нас происходит в наших других райончиках такое вообще-то кладбище понимаете что у нас по кладбищу уже 240 человек у нас умерла которые похоронены чисто на этом кладбище у нас хоть еще одно есть наверное да вот она 519 люди умирают с этим ничего не поделать мы все умрем не переживайте ладно давайте-ка раз у нас есть большая потребность в жилье соответственно дадим нашим людям жилье как ни странно внутри вот этого парка парковой зоны мы ничего строить не будем а вот с внешней стороны конечно же будем даже вот так вот можно вот так вот это все у нас здесь будут жилые домики причем домики с высокой плотностью надеюсь пробок здесь никаких потом в итоге не будет и можно даже вот этот вот райончик тоже доделать даже вот так вот можно да и вот это вот все тоже высокой плотностью все делаем со всей силы в общем-то пускаем заселяется мы переходим к нашей развязки а только не заселяется потому что я паузу нажал гениально да ладно в любом случае нам надо ее снести на хрен а так он мне не даст да ладно включаем подземный режим я еще попробую попади но падла найдись видимо кусок уже не подземный вот это вот мы все сносим вообще все и вот этот кусочек мы тоже сносим у нас осталось под землей еще какие-то кусочки под землей остались попал попал отлично соответственно здесь нужно построить новую классную развязку я не мастер строительства развязок вы в принципе это уже поняли потому что у нас первое получилось ну такая которая получилась да ну ничего чем еще не здесь за бубеним соответственно нам надо сделать чтобы чтобы что для начала нам нужно сделать въезд на эту развязку полосное шоссе это наверное хороший вариант давайте отключим привязку вообще всю потому что эта развязка у нас будет вот такая без привязок в общем то это вот сюда а вот сюда вот так вот выезд и видите это уже стало более красиво выглядеть а еще мы это вот так вот можем все аккуратненько двигать чтобы это было прям совсем аккуратно правда появляются артефакты периодически тоже но это нормально знаете вот по крайней мере здесь есть въезд это уже хорошо соответственно надо сделать теперь дорогу которая ли на что если взять какую-нибудь развязку из и т.с. вот вспомнить как как это работает то мы же часто играем в т.с. там же куча развязок не будем делать какие-нибудь клевера которые там сделаны а сделаем что-то типа стандартных развязок которые используются там в дефолтной какой-нибудь германии по которым не очень приятно ездить но что поделать но там перекрестки используются дам это может вызвать пробки это будет эстетично выглядеть в отличие от того что у меня здесь происходит ладно мы сейчас что-нибудь придумаем не переживайте здесь я должен переживать ладно давайте для начала построим блин есть у меня одна идейка конечно ладно делаем смотрите съесть шоссе вот такой как то вот так вот он получается ладно мы потом это все дело развернем сейчас нам нужно его немножко приподнять и это должна быть кривая дорога да даже на три уровня он слишком крутой ладно давай вот так вот и вот так вот и дальше все это дело опускается ну скажем так на первый этаж вот такие вот плавным склоном до отсюда соответственно отсюда соответственно тоже уходит вот такая вот дорожка и здесь они должны типа но встретиться и все вот сюда вот приходят да и отсюда это приходит вот сюда черт не круто здесь светофор появился здесь не должно быть светофора надо чтобы они приходили в одну дорогу все равно все криво получается я просто не умею да вообще можно кстати вот этого дела тоже снести пока смотрите она должна прийти вот сюда вот так вот в двухполосное шоссе соответственно вот это вот шоссе мы она приходит вот сюда а это приходит вот сюда здесь без светофоров они вместе встречаются до после чего после чего вот это шоссе приходит вот сюда только как-то неправильно это все равно получается не не так да я знаю что вы любите смотреть на на эту боль которую я испытываю когда все это дело строю а давайте пока вот так вот потом это все будем что-то с этим делать соответственно в обратную сторону тоже идет вот такой вот двухполосное шоссе и отсюда отсюда одна полоса вот так вот уходит ой твою мать что-то я не то сделал ладно чем это все дело снесем не переживайте да все сломалось так иногда бывает я люблю все ломать прямой участок дороги да я люблю ломать ничего страшного как-то вот так вот и давай вот так ты она нормально сюда даже вливается еще вот отсюда она начинает уходить на второй этаж вот так вот и даже на 3 это должно как-то здесь вот так вот пересечься только надо чтобы опора вот это было не на не прямо на дороге твою мать опора ладно это можно будет поправить потом а опора исчезла шикарно но теперь это все дело должно как-то присоединиться вот к этому вот участку вот так вот и вроде как все смотрите вот такая развязка получилась она все равно кривая мать вашу есть вот точно такая же готовая вот вот та же самая идея проще поставить ее сериально проще снести вот эти вот дороги поставить ее хочется самому что-то сделать но знаете ли я криворуки давайте ее поставим чтобы знаете вид не портить раз я криворуки значит это в общем-то мои проблемы простите дорожки мы вас сносим как-то вот так вот да и ставим здесь классный вот такой вот как-то он наверно вот так должен быть но наверное вот тогда вот так вот да вот такая вот у нас развязочка получилось ну как у нас это дефолт на из игры что поделать я говорю тяжело быть криворуким так возвращаем все привязки чтобы все было красивенько чтобы все было чётенько чё-то так криво получилось то а давай ровненько вот так вот и вот этот вот нормально пойдет я может быть правую немножко отодвинуть так вот как-то да да вот так вот нормально еще надо вот это вот сидела соединить да и сначала посмотрим как она у нас по дефолту соединиться ни хрена но здесь не соединиться еще разница высот есть значит кусок моста тоже надо сносить можно его в принципе весь не хотя хороший мост был кто-то из этих машинок упадет вниз но это не наши проблемы значится делаем вот так вот нет это некрасиво будет с направляющими по воде конечно ориентироваться тяжеловато да но как-то вот так вот и соответственно сюда как-то вот так вот слушай вполне нормально единственно нет вот этих вот штучек дрючек да и здесь они на разную высоту приходят но в целом нормально блин поставил мой умовит и steam workshop а он оказался китайским вот незадача и языка там нету или это японский или и хрен его знает короче какой-то язык тяжело разобраться с ним но мы постараемся так делаем вот это вот дело чуть повыше как-то вот так вот наверное вот этот кусочек тоже стоит сделать чуть повыше а это так не работает я понял сорян дружище да знаете ли английский всему голова только все сломал ладно ничего страшного сейчас мы все переделаем в нормально кстати и стало даже лучше ладно вот такая вот развязка у нас получилось теперь надо нам ее привести к нашему основному проспекту что ли вообще у нас здесь еще есть такая довольно таки большая улица можно и в нее привести а почему бы и нет давайте смотрите как мы сделаем здесь у нас будет сужение дороги небольшое на одну клеточку и соответственно с этой стороны в ту сторону расширение дороги и соответственно вот так вот она будет разъезжаться сейчас мы это все дело тоже аккуратненько подправим да немножко некрасиво это все начинает выглядеть на ничего часто все исправится в божечки мама ради меня обратно что творится вообще артефакты дам бывает но просто эта игра немножко не рассчитана на то что над ней будут так сильно издеваться надо как-то вот так вот выпрямить слушайте неплохо или вот это тоже стоит выпрямить вот тут еще такой неприятный моментик надо его как-то убрать но так вот он убирается и нормально соответственно у нас здесь получился новый выезд из города вот это шоссе тогда вот эта дорога будет я не знаю тоже частичкой города этого самого запускаем в общем-то движение люди начинают уже пользоваться этой самой развязкой и теперь у нас въезд в город получается здесь кто-то кому конечно этому будет очень сильно не рад но ничего страшного это не наши проблемы я тут все равно не вне не все так как хочется но лучше чем было в любом случае да мне кажется правильнее здесь использовать две полосы давайте мы поставим здесь двухполосную дорогу двухполосное шоссе так вот бздынь и бздынь но это же логичнее согласитесь чем здесь делать три полосы а потом хрен пойми как она все будет работать на его нормал do что у нас тут по нашим новым домикам наши новые домики растут кстати знаете что я хотел сделать вот эта площадь у нас ладно это потом доделаю так у нас есть тут маленькая пучка вот такая мы ее заселим домами низкой плотности здесь будут жить маленькие домики и вот в этой пучки тоже кстати и вот здесь тоже у нас будут дома не с низкой плотностью знаете окраина такая коттеджики люди будут короче более богатые люди смогут позволить себе жить здесь а все остальное у нас будет с высокой плотностью правда тут знаете тоже такие маленькие кусочки это наверное не есть сильно круто уже потребности в жилье у нас нету я все продолжаю давать им жилье они мне спасибо даже не говорят хотя может и говорят но я не читаю сверху так внутри парка мы ничего делать не будем здесь у нас тоже кстати вот так вот это все будет домики 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 во кстати нормальный район мне он нравится как-то так вроде работает есть у нас небольшая потребность коммерции и в производстве производства можем им сейчас дать вот здесь вот ребята растите и можем потиху кстати начинать размечать уже нашу индустриальную зону я думаю пока вам хватит коммерции коммерции кстати не хватает коммерцию коммерция уже в новом районе будет опять у нас гремит а кстати коммерцию можно располагать у нас еще есть тут место для коммерции ё-моё вот сейчас мы тут все порасполагаем вот вам коммерция ребятишечки нужно коммерции получать даже есть еще и в лампий парк и румын хайдс да что-то в румын хайдс проблемы с мусором кто тут скопился мусор так выброси его вывези что с сам на свалку съездить не можешь что ли а привык что за тебя все мама делает а ублюдок ладно тут у нас кстати есть вот такая вот остров рыболовов прикольно да и опять гремит опять гроза что-то с дождями не везет везде дожди вот здесь мусор скапливается и отсюда кстати уже действительно проблематично его вывозить потому что свалка находится довольно таки далеко здесь я кстати заселил здесь я заселил сюда тоже приедут людям и опять все гремит боже мой мама что делается так что у нас здесь у нас здесь свалка и она очищается это свалка у нас заполнилась мы начинаем очистку да сейчас отсюда все будут перевозить сюда я не удивлюсь это кстати тоже заполнилась это тоже надо очищать и кстати парк да парк достиг нового уровня сейчас мы туда что-нибудь поставим тут парковый пирс и шахматная площадка и все больше ничего не открылось ну значит только шахматную площадку потому что пирс туда ставить вообще не вариант разберемся с мусором посмотрим что у нас здесь происходит заводы работают вообще на полную и реально не успевают вот те здрасте но возможно они со свалок сейчас тут а возможно нам не хватает заводов давайте раз у нас есть деньги мы всунем сюда еще два таких заводика утилизационных сюда один и вот сюда один до пускай стоят они еще не работают сейчас они сейчас они начнут работать куча мусоровозов выехала и количество мусора болин она заполняется все моментально они не успевают это все дело сжигать нам нужна информация по мусору состояние переработки мусора в зеленой зоне использование свалок это все понятно производство отходов 162 куба в неделю максимальный объем переработки мусора 192 нам надо еще один завод такой поставить лишним не будет пускай стоит должны будут справиться если что свалки как бы тоже есть 240 в неделю могут перерабатывать 240 тысяч 164 производит отлично вот пускай ездят надеюсь доездят и сюда не доберутся в принципе добрались как видите проблемы с мусором здесь исчезли тоже замечательно ладно давайте у нас тут есть район центр элк вот его надо немножко разметить вообще кстати можно тогда этот проспект который будет сюда уходить на хрен снести вот так вот да и провести потом сюда какую-нибудь дорогу но дорогу это потом нам нужны дороги где у нас тут дороги обычные вот такие вот дороги вот с деревьев будем использовать да и нам нужно индустриальная вот это вот хреновина какая-то где она в промышленные районы вот что нам интересно только вот эту вот хреновину хотелось бы закрыть я тут знаете ли дороги строить собираюсь и он мне не даст этого дела да ну как так то а он мне не даст потому что у меня стоит я понял и лошара соответственно что мы делаем мы делаем здесь какую-то главную дорогу в этом районе щеки давайте это будет двухполосная вот такая вот деревьями она будет прямой абсолютно вот такой вот да здесь будет ферма это понятно но надо чтобы людям было удобно ездить и здесь мы сделаем просто тупо квадратную застройку почему бы и нет даже как-то вот так вот хотелось бы чтобы это все было параллельно давайте вот так вот тоже с деревьями нас все чинно благородно я думаю все здания здесь будут без проблем помещаться и вот-то коек и вот так вот и вот так вот 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 нет тоже опять не попал вот так вот это он normal day и и здесь мы тоже соответственно выводим вот сюда вот в плодородные земли по максимуму сколько у нас тут этот район есть выходим вот сюда выходим вот сюда и здесь мы тоже еще одно ответвление можем сделать вот так вот и в эту сторону теперь все то же самое абсолютно вот так вот к здесь и что-то переборщил да что-то я неправильно здесь сделал а ну-ка обратно назад 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 черт но почему-то закрылся да я что-то я не то сделал пардон да твою мать но откройся или все и правильно сделал чего начинаете то так вот да все и правильно тогда сделал то вы меня запутали просто понятно вот вот так вот соответственно вот те а код и вот те а код здесь можно даже чуть чуть дальше это все вывести соответственно у нас вот такой вот промышленный район который будет заниматься у нас сельской промышленностью здесь будут стоять всякие фабрики и прочая фигня это дело надо как-то вывести блин а может это вот сюда вывести вот к этому перекрестку как вы на это смотрите из этой дороге как-то это вот сюда вот поворачивает и переходит вот в этот перекресток во слушайте нормально мне нравится так у нас теперь здесь светофор появился он нам наверное не нужен или нужен да и здесь сразу же образуется пробка из-за светофора пока что нам здесь светофор не нужен давайте его уберем здесь мы светофор вырубаем на хрен и все все людишки поехали по своим делам пробка сейчас рассосется не знаю что будет когда у нас откроется этот район когда мы его сделаем когда он все будет здесь все хорошо это будет тоже кстати фермерский такой райончик промышленные давайте его назовем в честь half-орга который является самым щедрым меценатом нашего канала half-орг инкорпорейтед короче будет вот так вот наша промышленная сеть фермерская это может потом этому следующий раз тут короче есть производственной цепочки будем ставить сюда поля всякие коровники мельницы и прочую хрень плюс куча зданий здесь короче много чего есть все этом все мы это сюда впихнем и будем зарабатывать денежки для нашего классного города а кстати тут уже смотрите как все обросло знаете чем-то напоминает кстати да по поводу парка и шахматной площадки нам тут открылась шахматная площадка это вот эта вот штука мы ее сюда обязательно вот так вот всунем бздынь пускай будет людишки будут играть в шахматы у нас уже двухзвездочный парк развлекательная ценность пока что низкая не хватает и кстати у нас сама выросла цена за билет посетителей сколько скоро конечно будет столько сколько надо да надо сюда еще что-то ставить я думаю что давайте мы сюда поставим еще один туалет тут есть туалеты кафе туалет туалет это то что надо без туалета знаете лежит плохо вот так вот ставим сюда тубик и кафе тоже кафе давайте еще одно кафе поставим можно даже вот сюда у того поставить вроде как она далеко от 1 находится а вот это вот что такое парковый инфекиоск он есть парковый пирс ну вы у нас здесь нет воды поэтому от пирсов смысла никакого нету беседкой беседка то у нас потом появится веревочный городок короче все это потом появится у нас развлекательная ценность повысилась повысилась отлично соответственно ждем посетителей до обслуживания я не знаю что это значит если кто знает напишите вот такой вот райончик парк надо тоже как-то переименовать давайте это будет у нас первый парк парк романоча личный парк до личный парк романоча романоча давайте даже через апостроф вот так вот парк романоча есть у нас такой кадр на канале а вот это вот что такое вообще не контора парк а почему здесь иероглиф в названии района ешкин кот почему все сломалось романхайдс работает и в лампе парк работает микан тара а чё-то все перевелось и да надо менять могут срочно следующему разу надеюсь что сделаю в у нас проблемы с водой ни хрена себе внезапное дерьмо и действительно у нас меньше воды стало значит надо всунуть еще одно вот эту вот добывающую хреновину который будет добывать нам водичку и одну конечно которую которая ту самую водичку будет сливать можно и даже всунуть прямо на водопровод а тут надо подсоединить так дым все с водичкой проблем нету все развлекайтесь воды должно хватать по мусору что у нас тут все бы заполнено все заполнено везде все заполнено до мусора скопилось очень много плюс еще со свалок скорее всего вывозит недостаточно пространство стопроцентная наполненность уже да они вывозят перевозят их со свалки на свалку вот так вот они перегружают так вот они их освобождают это не прикольно 11 процентов за полностью на очищается можно в принципе пока ее включить чтобы она работала вот это у нас свалка 0 процентов за полностью очищены тоже пускай работает собираем пока что мусор да с этим конечно беда использование свалок 8 миллионов восемьсот восемьдесят мы должны должны справляться я думаю что со временем они начнут сейчас просто большое скопление мусора который скопился до большое скопление который скопился я гений просто русского языка но кстати слушайте симпатичный район вот правда я бы вот в таком жил вообще здесь довольно таки неплохо есть небольшие пробочки но от этого никуда не деться знаете ли иногда нужно постоять светофорах на светофорах и развязка у нас новая появилась которая нифига себе они летают посмотрите как кренят машинки я никогда в жизни этого не видел опаньки пожарные едут пропустите пожарных чего вы тут столпились то пожарные едут пожар тушить кстати здесь неплохо было бы конечно построить свои пожарные номер мы сделаем следующий раз и школы и пожарные и все у нас здесь будет можем пробежаться посмотреть что у нас по больничкам по больничкам вроде все неплохо по пожарным ну да надо сюда это все дело поставить по школам у нас уже не хватает места в начальных школах в общем-то сюда мы все это забьем и в следующий раз еще будем здесь обустраивать специально для халфа райончик до пожар вы там тушите надеюсь слушайте тут переброси перебросилась на здание всего две пожарных машины приехала а тасс чего вы начинаете все они все потушили они потушили вот это здание а правые решили не тушить они просто гений машина куда ты поехала боже мой что-то да что-то сломалось ну ладно мы все привыкли это city skylines мясной магазин и он горит это просто ужасно ладно друзья на этой оптимистической ноте когда у нас тут все нахрен горит и возможно сгорит я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал не забывайте про ваши комментарии лосики конечно же да самое главное всем огромное спасибо за внимание с вами был никита дел и всем всего доброго пока пока